здравствуйте уважаемые господа я рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре посвященном эзотерике я бы хотел сегодня ответить на те вопросы которые вы мне задали несколько слов хотелось бы сказать о предстоящем и прошедшем событие это событие которое было посвящено моим любимым женщинам это маме моей жены светлане ей было у нее был один рождение во вторник это два дня назад и предстоящему событию дню рождения моей мамы который состоится завтра по моему мнению отношения человека к своим родителям оно должно быть священным я считаю что несмотря на то сколько там мама делала или папа делал для вас были ли они хорошими или плохими совершали ли они какие-то поступки или не совершали это вас не касается ваш священный долг по моему мнению изменить свое отношение и делать все так чтобы им было комфортно чтобы они могли понимать что их возраст он под защитой вашей и что они могут и благодатно и благотворно и проживать и доживать и в общем-то жить и чувствовать себя хорошо я считаю что не нужно вспоминать о том кто что кому дал потому что это похоже немножечко на такой вот продажность а я считаю что каждый человек может просто безвозмездно ради любви которая дала мать в момент рождения просто так без всякого начала помнить о том что есть родители и стараться всеми силами им помогать культ семье культ уважение взрослых людей эта культура людей цивилизованных случае если цивилизация развивается то она должна помнить о том что есть не только молодость о том что есть зрелый возраст о том что есть престарелый возраст о том что есть поздний возраст и конечно необходимо воспитывать в молодом поколении понимание того что это является священной обязанностью любого растущего в семье человека помнить о том что есть где-то мама папа бабушка дедушка я считаю что теща или свекруха является великолепным инструментом который может помочь вам допустим если вы мужчина то это теща если вы женщина то это свекруха это может помочь вам допустим влиять на вашего мужа супруга или вашу женщину каким образом это можно делать дело в том что если быть другом и обращаться с какой-нибудь просьбой то эту просьбу может донести супругу там допустим мама или теща или свекруха выглядит это так допустим он там не обращает на вас внимание вы звоните свекрухе свои говорите мама пожалуйста почему-то последнее время не обращать внимание может ему там что-то не нравится посоветовать посоветуйте что делать и после этого она ему перезванивает говорит у вас там нет никаких проблем он говорит но у нас есть проблемы мне неудобно есть сказать именно поэтому вот такое наверное дружеское и деловое можно сказать партнерство как говорят как любят сейчас говорить одни из правителей наших стран вот такое деловое партнерство такое дружеское партнерство но очень хорошо вообще хочу сказать что в эзотерике есть понятие считается что в случае если мужчина священно обожает или женщина священно обожает свою мать то тогда он будет нравиться людям случае если священно обожает своего отца независимо ни от чего то это человек будет богатым человеком но бывают другие ситуации когда у человека там отец выпивал там дрался плохо себя вел как-то по отношению к семье и человек вырастает и это его в памяти все время в его памяти это все время или постоянно всплывает и сформирован образ отца вредителя или отца вот такого жестокого человека я хочу вам пожелать чтобы вы хотя бы для себя видоизменили это она со временем вас вас отпустит а вот плохие события не вспоминать случае если кто-то вас будет спрашивать говорите у меня отец был самый лучший его всегда любил любила там и так далее почему дело в том что вот такое видоизменение восприятия своего отца дает хорошие плоды в будущем это богатство вас и ваших детей то же самое с матерью если женщина не нравится окружающему миру то необходимо обязательно хорошо относиться к маме у меня была как-то такая ситуация обратилась одна женщина обратился один мужчина вернее говорит андрей андреевич у меня такая ситуация мы живем вчетвером я мой приемный ребенок моя жена и моя теча и последнее время мы все очень между собой миримся менять очень немножко раздражает но я начал обращать внимание что мне перестала нравится моя жена мне все время в ней что-то не нравится я ему посоветовал сделай так чтобы твоя теща все время получала от тебя подарки он говорит а как это взаимосвязано я ему говорю послушай если мужчина плохо относится к тёще то он перестает видеть своей женщине красоту именно поэтому если ты хорошо относишься к тёче восхищаешься не делаешь подарки то твоя жена будет краше и краше в твоих глазах такая же история была у женщины одной которая была из крыма она обратилась ко мне и говорит однажды мы поехали в индию и в индии в каком-то ашраме мне сказали вы должны плохо относиться плохо относиться к своему отцу он там вам ничего не сделал по астрологическому календарю выдал он там связан с какими-то узурпирующими энергиями тлетворными они на вас плохо влияют и мой вам совет как можно быстрее отвержитесь от вашего отца и так далее она хорошо к своему отцу относилась в это время она торговала очень хорошо причем на рынке симферополе и ялте и когда приехала она порвала все отношения с своим отцом перестала с ним общаться для него это было стрессом потому что он ее очень любил всю жизнь и у нее распался бизнес то есть у нее полностью упали продажи очень быстро это произошло когда однажды она услышала эту информацию в моем вебинаре она сказала андрей андреевич так я себе сама бизнес и ломала игру ну выходит так хорошо относитесь к своему отцу хорошо относитесь к своей тёще хорошо относитесь к своей свекрухе а если не нравится если по она по вашему мнению вредит все равно это не имеет значения все пройдет но любовь как говорил михаил сергеевич боярский не проходит нет именно поэтому ради любви к близким ради любви к мужу ради любви и здоровья к детям старайтесь сделать так чтобы отношения были хорошими там кто-то писал мне сегодня вопрос андрей андреевич у нас постоянно плохие отношения в семье муж сейчас из претензии все время я тоже в нем не вижу уже того человека которого я хотела видеть раньше в чем вообще основная проблема и так далее сама проблема решабельно и она очень просто дело в том что мужчине и женщине необходимо только пожелать переключить свой тумблер для того чтобы изменились отношения это сделать очень несложно этот тумблер переключается так нужно каждый день женщине стараться как будто она видит первый раз этого мужчину то есть готовится как будто у вас первая встреча вы первый раз его видите первый раз слышите его шутки первый раз видите этого человека мужчине то же самое стараться ухаживать как будто это только начало отношений первый день как первый раз то есть стараться понравиться стараться восхищаться стараться говорить хорошие слова стараться разговаривать стараться потому что обычно мужчина готов восхищаться и говорить прекрасные слова незнакомкам при этом взамен этому он старается предъявлять претензии к близким людям я хочу чтобы это все изменилось пусть вы найдете силы в себе кому это необходимо измениться и старайтесь делать так чтобы говорить прекрасные слова самым родным прекрасные слова самым близким старайтесь это делать почему у меня в жизни получилось быть успешным человеком почему все так получилось моя мама меня жизни никогда ни в чем можно сказать не ограничивала то есть когда у меня появлялась какая-нибудь идея или желание она никогда мне в моей жизни не сказала нет я говорил я хочу пойти на кружок который занимается морзе она говорит конечно пожалуйста молодец делай это потом ей говорю я хочу на трубе играть она говорит пожалуйста если тебе хочется играть я говорю я на баяне хочу играть пожалуйста я хочу секцию этом спортивные выходить она говорит пожалуйста я хочу бегать пожалуйста бегай я хочу еще что-то я она все время восхищалось и спрашивала не забывала говорила ну как дела в морзе говорю я уже 2 года разбираюсь мы там передаем бегаем там с этими рациями она говорит так что у тебя получается да какой же ты молодец и вы знаете это было во всем она умудрялась всегда восхищаться однажды работая с ней в огороде где работали другие люди жил и в деревне и мы работали на больших полях зарабатывали там какие-то деньги я вместе с ней добровольно и рядом находились люди которые были которые были родителями моего моей одноклассницы и один из родителей мама одноклассницы спрашивает андрюша ну ты уже в десятом классе учишься куда ты собираешься поступать ей говорю я хочу поступить в театральный вуз она говорит зачем в театральный вуз мне очень хочется стать режиссером у меня хорошо получается стихи писать или сценаристом и она говорит забудь вообще забудь у тебя ничего никогда не получится это все полная ерунда ты никогда никуда не поступишь туда нужно платить большие деньги сейчас это очень круто забудь и мне это расстроило мама это увидела подошла ко мне я говорю она говорит почему ты расстроился я говорю ну я хочу поступить в такой-то вуз и вот она говорит послушай если хочешь поступать а там если откажут тебе в этом тоже ничего страшного поверь мне все это просто жизнь поэтому поступай старайся не получится сделаешь шаг назад получится где-то жизнь так устроена кто стремится у того все будет получаться спасибо маме за то что она своей терпеливостью вот такой благородной мудростью помогла мне в свое время состояться которая никогда не сказала что мне чего-то не нужно всегда охала и всегда вздыхала вот так когда я приезжал допустим с какой-нибудь женщины или девушкой которые ей не нравилось и ни разу не сказала ни одного плохого слова я и говорил мама тебе нравится она говорила послушай это твоя жизнь давай без меня нравится не нравится это меня не касается и я и очень благодарен потому что она мне дала очень много возможностей тем что развязала мне руки развязала мне ноги и не навязывала мне свои задачи и свои идеи мама я тебя обожаю низкий тебе поклон наверное мама все равно увидит этот семинар она смотрит периодически семинары я хочу сказать вам что мне не стыдно вот сегодня вопрос такой читал один из учеников школы кайлас сказал мне или такую как бы ссылку на статью сбросил где люди очень плохо отзываются обо мне я хочу вам сказать что природа уникальна в природе есть прекрасные деревья в природе есть растения в природе есть у животных испражнения те люди которые пытаются облить испражнениями или сами создают испражнения должны знать что испражнения это навоз а из навоза вырастают самые прекрасные цветы поэтому тоже огромное спасибо если такое есть это заставляет меня задуматься заставляет меня создать новые еще более прекрасные цветы и конечно же я за то чтобы такое тоже присутствовало нельзя быть тем человеком у кого комментарии только хорош и так ответы на вопросы которые я задал под своим постом в фейсбуке мои дорогие завтра будет вебинар по эзотерике в честь дня рождения моей мамы и дня рождения мамы сониной задайте мне вопрос интересный и так наталья воронина задает первый интересный вопрос с днем рождения великие женщины так как явились миру и вдохновлять человека дано лишь избранным это точно уважаемый андрей андреевич каким образом можно убить в себе мать убить в себе мать это значит быть неверной своим детям человеком что делает мама я хочу вам сказать что мама с ребенком своим всегда связано внутренним состоянием или внутренней родовой кровью что может сделать мать для своего ребенка каждое утро она может сложить вот так руки и сказать допустим ребенок пьющий у ребенка плохие отношения с миром он не может устроиться на работу она вот так ставит ручки и говорит пусть моего сыночка там валика все двери перед ним открываются на работу чтобы он быстрее работу чтобы быстрее нашел пусть он нравится людям пусть он нравится девушкам пусть девушки идут навстречу пусть друзья дурные исчезнут от него пусть только хорошие друзья будут пусть его жизни появляется свет пусть у него появляется ум для того чтобы обучаться пусть дурные мысли его покидают пусть он будет более успешным пусть не будет неряшливым и так далее и мама вот такими молитвами их можно назвать или выпрашиваниями может помочь очень своему ребенку в случае если она направляет его сторону еще и любовь внутреннюю как бы теплое чувство нужно правильно говорить теплое чувство по отношению к нему то в его жизни появится еще и материальное благополучие таким образом вот что нужно делать это и есть быть матерью это иметь желание помнить о том что есть ребенок и желать этому ребенку чего-то хорошего напишите тысячу желаний сложите руки и думайте об этих желаниях для вашего ребенка произносите их вслух мать может изменить своего ребенка даже вот такими мольбой выпрашиваниями хотите молиться какому-нибудь богу пожалуйста можете обращаться там да и мне бог там и сказать там аллах иисус христос я не знаю будда можете без произнесения этих слов просто попросить мир чтобы он для вашего ребенка создал другую судьбу ту которую на которую рассчитывали вы бог любит слушать матерей потому что они относятся к своему ребенку тепло и ребенку которого любит мать всегда дается еще шанс не убивайте в себе мать пусть это будет мира канка от всех души поздравляю ваших мам с днем рождения долгих лет им жизни счастье большое имеет таких детей как вы с большим к вам уважением вам равных нет богу и вашей маме и сониной маме за такую красивую умную дочь счастья вам всем дело в том что мне в моей жизни повезло с моей тещей и повезло с моей женой они всегда жили в такой семье где чрезвычайно и уважительно относились к мужчинам прав мужчина не прав мужчина плохо поступил хорошо поступил он все равно они всегда находят возможность сказать что он все равно молодец то есть это такая уникальная особенность когда мужчина немножко превозносится когда когда для мужчины мясо дается из кастрюли и не раздается детям то есть мужчина попав такую семью это мужчины которые были в их семье это дедушка это брат вот к ним отдельная вот такая отдельная отдельная вот такое уникальное отношение то есть это уважение к тому чем они занимаются допустим когда мы переезжали я говорю я могу кабинет отдать и пусть там занимаются давайте сделаем комнату для детей то сразу же все вместе начали говорить нет кабинет необходим кабинет необходимости там все остальные подвинутся почему это уважение к моему труду уважение к тому чем я занимаюсь это восхищение где-то за все время нашей жизни никогда ни одного раза в своей жизни я не услышал что мне чего-то нельзя что-то не нужно открывать чем-то нельзя заниматься я всегда слышу только поддержки то есть это всегда выглядит так мне бы хотелось говорят да мы будем поддерживать или если нужно и никто никогда не сказал что бы ни произошло часто бывает у предпринимателя шаг вперед и шаг назад и случае если как-то не получалось или там что-то не так выходило такое тоже бывало в жизни никто никогда в жизни ни разу никогда в этом не упрекал ну что ж за это отдельное спасибо низкая благодарность ну внутренне я со своей стороны могу сказать что тех женщин с которыми я живу я их люблю стараюсь говорить искренне слова любви стараюсь быть человеком и честным и верным и правдивым в отношениях и в действиях и так далее ну спасибо это мало ирина костюк у меня вопрос почему так бывает вот про что-то подумаешь вот хорошо что так то она раз и перевернется все в худшую сторону как будто сама себя сглазила как избавиться от этого да есть такое у людей это связано с преобладанием астрального мира из преобладания ментального мира когда человек ложится спать то он обучает себя пережигать пережигать мысли то есть когда человек ложится спать то он начинает думать о том что он откроет бизнес о том что с кем-то встретиться стоит помнить что с 7 часов вечера и до пяти часов утра обычно происходит преобладание мира астрала а мир астрала это огонь то есть все перегорает именно поэтому если человек допустим говорит что там мечтает очень много или очень агрессивен если его чувства негативные если этот человек такой вспыльчивый горячий если он находится на астральной стороне мира то у этого человека не будут сбываться мечты раз и мысли хорошие они будут мгновенно переворачиваться в мысли плохие так этому человеку необходимо выходить из астрала каким образом это делать необходимо заниматься ментальными практиками а что такое ментальные практики в дневное время можно представлять какой-нибудь светящийся золотой образ перед собой это развитие ментальной энергии когда она развивается и ментальные как проверить чего у вас больше ментал или астрала если вы запросто можете представить пространство любую фигуру любой предмет или даже любое событие не вдаваясь в прошлое и будущее просто представить так как бы внутренне виде его у вас ментальная энергия преобладает случае если у вас не получается представляет говорит о том что у вас преобладает астральная энергия в этом ничего страшного нет люди с преобладанием астральной энергии живут дольше поэтому не нужно торопиться марина алексин скажите пожалуйста как эзотерически можно пройти паспортные контроли таможню не позорьтесь наши вебинары проходят для учеников первой ступени там я об этом всем многократно рассказывал наталья заустинская у меня иногда опускаются руки и на секунду я ухожу в отчаяния бывший муж никак не может меня отпустить сейчас давайте остановимся и я хочу у вас спросить откуда вы эта информация то есть кто ее вам говорит второе скажите зачем вам эту негативную информацию доносят какую при этом они имеют цель и желание я работаю уже давно делаю практики с дождя он самое неприятное в том что он плохо говорит обо мне моим детям и они отворачиваются от меня смотрите то что говорит ваш муж вашим детям не имеет никакого значения поверьте мне сколько бы времени не прошло мама будет всегда стоять для ваших детей на первом месте старайтесь максимально быть нужными вашим детям если там они допустим куда-то едут скажите давайте я посмотрю за детьми папа этого не сделают случае если там что-то там праздник говорите можно я вам на пику чего-то там пирожков или еще чего-то будьте тем человеком который может проявить свою заботу будьте тем кто может дать проявленную любовь будьте тем человеком кто может безвозмездно сделать что-то для этих людей тогда все будут понимать на какой стороне ваш папа и на какой стороне вы в чем моя ошибка в воспитании детей говорить об этом уже поздно в чем ошибка у вас по моему жизненно похоже на вечное перетягивание одеяло нет я лучшая нет я лучший кого это интересует кто лучший кого это вообще интересует будьте тем человеком есть такой фильм он он мне очень нравится называется теплая весна сяо хуа я не знаю он есть наверно на русском языке это фильм китайский называется теплая весна в ходе этого фильма маленький ребенок его усыновляют усыновляет дедушка очень старый которому почти 90 лет это дедушка очень плохо себя чувствует он живет в семье где есть невестка и сын невестка его всячески презирает старается отбирать у него еду этого дедушки старого годы где-то 50 и 40 вы тяжелое время китая и вдруг этот дедушка усыновляет маленького ребенка ну и так получается что сын начинает ревновать а у его жены нет детей нет ни одного ребенка но и ребенок эта девочка она поступает в школу семья плохо к ней относится и там много таких моментов один из моментов когда она делит еду этот маленький ребенок голодная перед этим они растоптали флажочек который подарил этот дедушка потому что они ненавидят этого ребенка и этот ребенок после школы остается надолго где-то и через два часа только приходит и они врываются к ней в комнату и говорят да где же ты лазишь после школы ты негодяйка и после этого находят баночку и в этой баночке тысяча сверчков каких-то черных особенных и это дева тетя говорит зачем тебе столько сверчков она говорит я каждый день перед тем как прийти со школы иду на поле и собираю сверчков я хочу чтобы вы сварили из этих сверчков чай и этим чаем когда вы будете его пить у вас появятся дети и мне бы хотелось чтобы у вас были дети она своей внутренней теплотой вот этот ребенок несчастный своей внутренней теплотой сближает всех семье а на этой теплотой показывает взрослым что можно быть человеком теплым что можно просто так даже маленькому существу дать любовь взрастить любовь и создать вот эти теплые отношения когда говорят кого больше любят я могу сказать любят тех больше кто теплее любят тех кто теплее не тех кто больше дал поверьте мне а тех кто теплее те кто лучше относятся тех кому нравятся мне нравится мой ребенок мне нравятся мои дети мне нравится взрослый сын мне нравится моя жена как они мне нравятся за что за что могут нравиться за то что они живут вот это просто безвозвезд безвозмездное вот такое вот желание а когда мне нравится что я хочу я хочу им служить я хочу быть полезным я стараюсь что-то там в клювике принести понимаете это такая особенность вот это является основой мне не важно что они там хотят сделать для меня и что они будут делать для меня для меня моя любовь это служение до гробовой доски то есть это желание давать больше чем и не смотреть на то что там в обмен дают мне там что-то и не дают понимаете до последнего момента пока стучит сердце а там моя ошибка воспитание не надо было воспитывать нужно было любить татьяна чабак андрей андреевич пять лет назад начали строить дом на одолженные деньги за все эти годы строительство движется слабо долги растут бизнес один разрушился новый не может запуститься может правильно продать дом и рассчитаться с долгами деньги дали друзья продали нам свой участок и они же настояли на строительстве после растут только долги смотрите то что дали вам друзья ваш вам участок и настояли на строительство это манипуляции потому что они хотели чтобы вы им оплатили там что-то вы при этом залезли в долг это манипуляция раз и два второе деньги полученные из будущего в настоящем не зарабатываются поэтому у вас ничего не получается именно третье вы начали жить не посредством то есть вам этот дом и это строительство не посредством и четвертое хотел бы вам сказать что для вас правильным решением и единственно правильным это отдать этот дом или продать или отдать его за свои долги и закончить это переехать там где вы там живете и жить дальше накапливая деньги до момента когда вы сможете приобрести себе по вашим по вашим возможностям свое персональное жилье олена хабилюк подскажите пожалуйста дочки предложили пройти кастинг пробы в киеве на актерские модельное агентство стоит ли нам ехать туда если вы хотите чтобы ваша дочь пропала ете если нет то не нужно ей не нужно становиться не кино актрисой не моделью вот я вам говорю это сто процентов потому что это закончится для вашего ребенка чрезвычайно плачевно пусть идет поступает в институт обучается юриспруденции или еще чем-либо елена гулина андрей андреевич волшебное слово в таком случае когда несколько лет усердно работаешь эзотерически и не только разными методами и мантрами и шумами и заклинаниями и кодами чтобы выбраться из ямы и перепрыгнуть с другой жизненный модуль и уже проходишь через стену всех наслоений грегоров и такое ощущение что осталось чуть-чуть а заряд как-то на исходе если практика чтобы открылась второе третье десятое дыхание чтобы уже рвануть может корява объяснена объяснила конечно не корявая вас прекрасно понимаю что вы имеете в виду вы описываете мне тотальная них в тотальную нехватку психической энергии тотальная нехватка психической энергии мешает вам сделать прорыв очень часто человек делает так он говорит допустим допустим возьмем человека допустим который живет обычной жизнью он мечтает о том что у него будет много денег он старается много практиковать эзотерические но у него есть два качества он боится что-либо предпринять и он не знает что ему предпринимать и но он думает что практики эзотерические смогут решить его проблемы вот смотрите когда я захожу в лес когда-то я зашел в лес и начал искать грибы долго я их пробовал найти эти грибы но у меня ничего не получалось и со мной рядом был грибник который хорошо разбирался в грибах он говорит я тебя научу грибы искать я говорю как он говорит говори мои грибочки идите ко мне грибочки грибочки идите ко мне говорю ну все думаю что я буду звать грибы они ко мне придут он говорит да тебе ну не может этого быть он говорит серьезно попробуй прямо сейчас научиться звать грибы у тебя они начнут появляться ну хорошо я начал произносить грибочки грибочки где мои грибочки идите ко мне я вас я вас обожаю идите ко мне мои грибочки и что вы думаете они начали находиться эти грибы к чему это говорю и так первое человек который начинает заниматься эзотеристскими практиками он обычно делает так я его оба чая обучаю говорить грибочки грибочки ли деньги деньги идите ко мне второе он должен этого захотеть то есть он должен написать взять для себя лист бумаги написать как мне выбраться и так опус номер один четкие шаги как мне выбраться из ямы в которую я попал опус номер два как зарабатывать маленькие деньги как зарабатывать средние деньги как зарабатывать большие и опус номер три который будет называться я хочу быть богатым или о да деньгам где я буду хвалить деньги и так далее напишите три опуса это очень изменит вашу судьбу говорю это серьезно начните думать о деньгах говорите себе каждый день или делайте это на протяжении дня говорите на с помощью этого можно заработать то есть говорите там вот есть телефон и кто-то покупает с помощью этого можно зарабатывать есть смотрите на все предметы которые вокруг вас вот есть стол у этого стола стулья стола этот можно продать на этом можно зарабатывать и так как продать стол это после этого его можно продать в интернете каким образом можно сделать там рекламу каким образом таргетированная вы в этом специалист нет тогда не продать ну и так далее как это можно продать там подать объявления а конкуренты они же тоже тоже будут подавать объявление и так далее ну и третье страхи для того чтобы прорваться человек должен преодолеть страхи то есть если вам страшно позвонить страшно начать страшно бросить сделайте это сто процентов следующее когда человек живет обычной жизнью и у него ничего не получается вот обычная жизнь это пасть пасть как это клетка как как на русский перевести пастка капкан это капкан его это капкан его хорошего это капкан его комфорта он находится в капкане своего комфорта то есть человек там плохо или хорошо но он покупался ему там пенсия пришла он там поел но а желание есть эти желания его мучают он хочет ну и для того чтобы он хотел ему необходимо выйти из состояния комфорта каким образом мои советы хотите выйти из состояния комфорта и чтобы в вашей жизни все изменилось преодолевайте на протяжении 10 при преодолевайте на протяжении одного дня 10 элементов страха что боитесь то делаете второе если вы объедаете спаститесь случае если вы любите поесть ограничивайте себя выводите максимально себя из комфорта не хотите не любите горячую воду купайтесь под горячий не любите холодную купайтесь под холодной обожаете чего-то уберите у себя ложитесь спать там в 11 начните ложиться в 6 не можете просыпаться по утрам просыпайтесь в 11 начните вставать в 5 часов утра не боитесь заниматься физкультурой начните заниматься этим почему создайте для себя максимальный дискомфорт ваш максимальный дискомфорт это то что приведет вас к прорыву в той ситуации в которой вы находитесь не будьте заложниками бесконечного комфорта своей жизни я это делаю своей жизни периодически постоянно вот могу показать на телефоне вчера на велосипеде 70 минут ехал на 700 калорий два дня назад на 600 калорий там 60 минут после этого пресс приседания еще что-то еще что-то почему максимально тотально привожу себя к тому чтобы выходить из состояния комфорта перед началом чего-то крупного перед началом чего-то какой-нибудь задумки перед началом чего-то я обязательно вгоняю себя в состоянии в котором комфорт полностью убирается и это увеличиваю чтобы себя не сломать то есть стою раньше ложусь позже ем мало если хочу есть специально не ем стараюсь себя стараюсь там больше заниматься больше читать стараюсь себя привести в дискомфортное физическое психоэмоциональное эмоциональное состояние для чего для того чтобы нашелся выход и этот выход будет единственным самым настоящим и мощным а так люди о шо мне делать шо мне делать зачем тебе что-то делать у тебя для того чтобы ты был счастлив все есть надо дискомфорт надо чтобы ежилось и тело и душа и мозги вот сегодня изучал сегодня сел и изучал 10 изучал сегодня изучил там ну наверное где-то 40 турецких слов 40 там или 50 испанских и 200 немецких слов и вы знаете это неплохо потому что это позволяет мне выходить из состояния комфорта и это очень важно потому что как говорит черниговская мы все вместе создаем свои персональные нейронные сети в которых потом приходят наши идеи вот чего вам не хватает а читать коды и мантры это очень легко вы их читайте на морозе или читайте их искупайтесь под холодным душем встаньте в 5 часов утра не поешьте один день и вот тогда их почитайте тогда эффект от них будет уже настоящий оленька макарова я практикую снг 71 заметила некоторые моменты так как я зарабатываю деньги тем что предоставляю услуги по уборке квартир формирую как вы учите говорить правильно происходят мелкие поломки чего-либо например поломалась швабра или выдвигала ящики они разъехались ну и так далее самая неприятная ситуация была когда поставила стирку она не смогла открыть потом люк машинки пришлось вызывать мастера хотя раньше таких моментов не возникало прям сплошь и рядом скажите может ли это быть движением энергии нет это все ваши собирательное совпадение то есть у вас не полу там шкафчик открыли поломался китайский шкафчик машинку начали тянуть не выключилась до конца видно вакуум остался и машинка не разрешает а это думающие оборудование она не разрешает вам открыто если бы не дай бог открыли то вылилось бы много воды у меня такое было когда-то кстати это все совпадение на самом деле клеймить себя за это не нужно но я могу дать вам очень хороший совет оля макарова вы научились подметать у научились стирать убирать это очень хорошо как вы смотрите на то чтобы организовывать поиск клиентов которым необходимо уборка и создать клининговое агентство которое бы предоставляла услуги по мойке окон или мойки там посуды ли мойки еще чего-то а вы бы находили девочек через интернет или там своих подружек обзванивали и договаривались бы брали деньги за эту работу они бы это все убирали а вы бы контролировали процессы как логист поедь туда доехали не доехали там заказали такси и так далее могли бы быть как руководитель этого всего зачем уже убирать у вас уже есть первая ступень нужно быть в голове не в ногах анджелина волобоева я перед карантином взяла взяла кредит в образование в школе speak up а это школа английского языка через пару дней все закрыли осталось без денег но в кредите взяла проплатила через монобанк в рассрочку вышла с карантина деньги возвращать не захотели но правильно так как два месяца прошло времени обучаться не было так как начала усердно работать закрывать кредит переписала на мужа обучение он попросил заморозить они отказываются он кричит на меня я не знаю как выйти с истории нанимать юриста из ловушки кредитной не могу выйти и так целый год для того чтобы выйти с кредитной ловушки необходимо ограничить себя в питании проживание еще в чем-то начинать отдавать деньги по возможности отдавать и выплачивать кредит и это неважно получили вы образование с пикап или нет если рассматривать ситуацию то вам самом начале не нужно было изучение английского языка вы попались на прекрасную организованную рекламу скорее всего после чего взяли кредит то есть вторая ошибка вы не рассчитывали на собственные силы третья ваша ошибка вы решили что можно переложить свою проблему на проблему мужа отвечать за свои поступки необходимо самостоятельно и маша ваш муж именно поэтому и вредничает потому что это вновь наверное необдуманный шаг почему же вы когда брали кредит не обобщали или не общались с вашим супругом нужно же было это обсудить у вас же совместные деньги совместная семья нужно было сказать что любимый можно мы возьмем спикап я буду обучаться и потом если бы не получилось вы бы сказали но я не получила обучение сейчас кредит отдаю давай ты будешь отдавать он бы сказал ну конечно мы решение принимали и так далее то есть немножечко что вы хотите от меня чтобы что вы взяли кредит отдайте кредит причем тут юристы кто-то должен сейчас договориться чтобы вы не отдали кредит этот я не могу вас понять не можете отдавать сжигайте на свече это эзотеристская практика жени анисимова можно ли при после выполнения практики чтения мантра смотреться в зеркало конечно да это нужно делать подходите говорите ай какая красивая и волосики красивые и губки красивые и шейка красивая и ручки красивые и так красиво и сзади красиво и ножки красивым а вот так посмотрите на себя и сглазить и себя на сглазить и себя красотой и будут вас мужчины видеть и будут гореть вот и здесь красиво и губки и глазки и ручки и ножки и с этой стороны с этой вот вам и готова эзотеристская практика рик рия масяшвили мой вопрос следующий у меня есть четырехмесячный ребенок когда я беру в руки иногда такие странные ощущения боли появляется в ногах с коленей вниз я готова упасть вокруг ног внешние чувствую какой-то не обносимую вибрационную боль подскажите это у вас скорее всего невралгия либо же листос протрузия или даже грыжа скорее всего грудного отдела потому что в ровном состоянии это компрессия не происходит как только вы начинаете поднимать руки у вас происходят компрессионные вот такие сдавливания мой совет что можно делать для того чтобы это все исчезала вот так вот руки в замок и вот так вот локти назад и голову вверх на вдохе оттягивайте находите время чтобы вот так стоять или берете за какую-нибудь мебель и наклоняйтесь вперед чтобы растягивать немножечко делаете спинку дугой ноги ровные чтобы у вас спина выгибалась вот так и делаете это каждый день там по одной-две секунды но очень часто это полностью восстановит вам циркуляцию крови у вас позвоночники вот таких состояний не будет из из препаратов моей компании это не связано с эзотерикой совершенно но уж точно не связано с четырехмесячным ребенком это связано с вашими проблемами видимо тяжелый вес видимо поднимаете ребенка видимо где-то происходит учимление нервных окончаний корешков и происходит вот такие тяжелейшие неврологические сложности эзотерический совет обмотайте поясницу зеленой ниткой завяжите на 38 узлов носите на себе несколько месяцев для того чтобы позвоночник вылечить ольга дубровина интересный вопрос прошла санга я по замужеству и манджу шри в результате мужчина обращает внимание причем только которые в возрасте до пяти лет включительно а маленькие вчера правда двое взрослых до неприличия столбенели когда я шла то есть остановились выпучив глаза из мы смотрели открыв рот я надеюсь вы в одежде слим случай с врачом очень расстроил наговорил комплиментов а про мой диагноз и мои проблемы забыл сказал что помнит что красивое больше ничего процессе лечения притёрся интимным местом какой вроде как случайно но очень плотненько как сделать так чтобы практике работали правильно объясняю объяснение этому звучит вот в чем необходимо помнить что мужчина и женщина отличаются мужчина это тот кто дает поэтому у него палочка от него идет и он хочет эту палочку где-нибудь смотрите мужчина имеет палочку и хочет где-нибудь найти дырочку я извиняюсь за такие подробности и он дырочку находит но это проявляется не только в психическом не только в физическом но еще и в психоэмоциональном элементе смотрите что обозначает палочка она обозначает секс а что обозначает дырочка она обозначает желание секса желание секса обозначает желание дырочка и палочки о чем думает мужчина когда он смотрит на других женщин каждый мужчина смотрит на других женщин и желает эту женщину желает в ней видеть секс это однозначно очень часто происходит что думает женщина видя мужчину она хочет мужа а это чуть-чуть по-другому так вот смотрите на самом деле желать мужа с позиции женщины это желать секса с позиции мужчины именно поэтому если женщина желает мужа мужчина видя эту женщину хочет от нее секс как поменять это все или как это все изменить вы желаете секса мысленно говорите видя каждого мужчину я буду думать что это мужчина потенциально мой половой партнер задумывайтесь над такими моментами какой он в постели как бы он гладил вас руками и так далее не нужно с ними вступать в интимные отношения мужчины же не со всеми вступают или готовы выступать в интимные отношения даже когда вы будете с кем-то встречаться то можете этому мужчине сказать я рассматриваю наши отношения просто как индивидуальные сексуальные отношения мне это очень интересно я заинтересована в этом мужчина в этом случае будет думать так ага все секс будет об можно не думать и дальше он будет вас рассматривать как объект который в дальнейшем хочет захочет сделать своей женой хотите мне не верьте хотите верьте если вы примете это к вниманию то очень быстро выйдите замуж не думайте и не видите в каждом мужчине потенциального мужа потому что таким образом каждый мужчина будет видеть вас потенциальную потенциальную любовницу смотрите на мужчину глазами женщины сексуально озабочена есть такое возможно тогда мужчины будут на вас смотреть как мужчина видящий вас потенциальную женщину на которой он хочет жениться хотите верьте хотите нет это работает даже не сто процентов а 999 запятая 999 я представляю как ушат сейчас на меня выльют но я хочу вам сказать что не нужно мне верить просто делайте и в дальнейшем убедитесь в том что это все очень работает с днем рождения дорогих мам крепкого здоровья и радости у меня вопрос к вебинару маме 77 лет мучает бессонница десятки лет ой 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 не помогают ни лекарства не практике попробовала препараты т.ф. без результата может не спать по две-три ночи что за феномен этот феномен называется депрессия или у она страдает одним из форм либо расстройство вероятно это невротические расстройства либо психиатрические расстройства либо это у нее допустим просто депрессия либо тревожное состояние либо это у нее болезнь там маниакально депрессивный психоз либо у нее еще какое-либо расстройство формируется и так а как же помочь маме по моему мнению если она по два-три дня не спит хотелось бы вам посоветовать обратиться все же к психиатру он бы назначил вам препараты также есть очень такие простые снотворные среди таких снотворных которые мне нравятся это снотворная ливона 1с ливона называется в можно его приобрести в российской федерации в украине такой достаточно легкий препарат психиатрии его не применяют в общем-то назначение без рецепта можно взять этим препаратом отравиться нельзя если психиатрический то пусть врач-психиатр все-таки определит что же там с мамой происходит и как можно помочь от себя хочу добавить скорее всего у нее есть сбой циркадных ритмов или биологических ритмов ее жизни это очень часто связано с изменением света передачи в хрусталиках на фоне допустим глаукомы на фоне заболеваний катаракты может произойти с уменьшение света передачи я ее хрусталик или ее мозг может получать увеличенное количество голубого света и уменьшенное количество всего остального света это известный такой фактор есть в офтальмологии психиатрии его тоже рассматривают и рекомендуют в этот момент на протяжении дня носить зеленые очки такому человеку а в вечернее время носить желтыми линзами очки есть такие очки они продаются допустим в есть такие очки они продаются в магазинах компьютерной техники это магазины магазины вернее это очки которые способствуют или защищают глаза от как бы радиации которая может идти или волн которые могут идти от ноутбука или телевизора я же хочу вам сказать что там не радиации никаких волн не от ноутбука не телевизора не идет но он действительно может влиять на психику человека создавая большое количество голубых волн или голубого света или синего цвета такой синий цвет обычно он раздражает психику именно поэтому если вы возьмете книжку желтыми страницами на ночь вы заснете если возьмете телефон у которого будет экран ярко-белый то скорее всего заснуть не сможете читая эту же книгу на телефоне а что нужно делать на таких телефонах обычно стоит функция желтого света вечернего которая включается 7 вечеров это неудобно но я вам хочу сказать что это очень важно включайте вот такую функцию женя как называется эта функция не помнишь выбор света как-то называется да я вам сейчас скажу как называется эта функция одну минуту сейчас экраны яркость вот здесь есть три тонн а night shift night shift вот здесь есть холоднее теплее вот смотрите необходимо обязательно чтобы у вас было теплое с я сейчас поставлю с 20 00 20 сейчас 20 00 и до 0 6 00 вот я настроил сейчас и вот так это выглядит то есть если вести то будет желтым становиться а уже нельзя ничего все поставил я теплый свет если вы на ночь ложитесь у вас цвет экрана не должен быть ярко-белым цвет вашего экрана должен быть желтым темно-желтым и буквы должны виднеться еле-еле давайте маме ливона одевайте на нее очки зеленого цвета или желтого цвета чтобы она носила их на протяжении дня и феномен в этом закончится анжела япаева пусть будут здоровыми и счастливыми пусть дети будут счастливыми спасибо как сквозняки влияют на человеком случае если человек находится на сквозняках в помещении то такие сквозняки в помещении они могут привести к миозиту а миозит это воспаление мышечной ткани поэтому сквозняки по моему мнению это не очень хорошо для человека но есть еще другой вопрос который я как бы додумал из вашего вопроса вероятнее всего вы имеете в виду ветер который возникает в горах вот если человек поднимается в горы то очень часто в горах он может сидеть на ветру вот такой ветер в горах он полезен тем у кого огромное количество дурных если может так сказать мыслей в случае если есть вот такие мысли у вас и у вас очень сильно очень сильно беспокоит что-то там накручиваете себя включите вентилятор пусть он дует вам прямо в лицо отсядьте от него обещаю вам станет лучше большинство этих мыслей нелепых они просто сдуются из вашей головы поэтому нет худа без добра галина портола живу с мужем много лет у него алкогольная зависимость тяжело смотреть когда умный человек пропадает подскажите помогите эзотерические помочь эзотерически вам можно каким образом смотрите энергия алкогольной зависимости игровой зависимости или любой зависимости обычно эзотерически находится возле человека как она проявляется она проявляется в виде огненной сущности то есть если просматривать энергетический кокон человека то вокруг него на расстоянии его роста от него появляется сияющая огненная фигура она похожа просто на колячки-малячки такие затушеванные это сущность она если большого размера то просто как знаете на что похоже наверное на медузку такую обычно даже не одна там две три или даже четыре медузки в случае если постучать или создать очень громкий звук там металлический звук то есть музыка в стиле там металлика или там я не знаю эти группы которые металл игра в стиле металл правильно говорит там сепультура сидись и так далее то такие звуки они пугают этих духов и они залазят в грудь появляется в этот момент у человека желание выпить или расплавленный металл если человек видит то эти духи тоже залазят ему в грудь случае если видит огонь то эти духи залазят ему в грудь именно поэтому ювелиры там литьевары не знаю там металловары люди которые работают с огнем там кузнецы люди которые создают громкие звуки барабанщики артисты где есть очень громкие звуки эти люди складны к тому чтобы выпивать алкоголь потому что эти духи находятся рядом они влазят к человеку в грудь и после чего в груди они воруют душевную любовь или душевное тепло заставляет человека становиться эгоистом то есть теряют энергию люди в этот момент после того когда человек допустим на следующий день проснулся эти духи вновь находятся вокруг него а они ели человеческую душу и вот эти испражнения которые были человеческой душой они видны на энергетически на человеке как большие куски соплей или вот такой белой массы нас по-настоящему видящие люди умудряются это все видеть я могу тоже это просматривать какой самый простой метод эзотеричный который может помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости самый простой эзотерический метод это представлять человека в как будто он находится в воде обвести человека запечатать со всех сторон и наполнить его водой так чтобы все было у него в середине заполнена водой после этого представить будто этот человек в середине наполнен тоже темно-синей водой после чего с движением рук сверху вниз представить будто он стал неоново сияющим или сверх светло-белого сияния и это делает на протяжении дня вот такой образ над этим человеком представлять до 10 или до 20 раз как вспомнили так и сделали обвели заполнили представили будто в середине вода и сделали его неоново белым но не делайте это чаще одного-двух месяцев обычно за там три-четыре недели человек бросает за две недели бросает случае если человека дальше выполнять с ним такую практику то у него появляется ощущение депрессии почему вот такие неоновые цвета которые возникают в человеческом сердце могут заглушить желание любить и могут за могут привести человека к тому что у него появятся депрессии и тревожность ну вот где-то так существует огромное количество методов этот метод о котором я сегодня рассказал я ранее не давал пожалуйста можете пользоваться это в моей мамы и в честь моей любимой тещи это для всех мой индивидуальный авторский метод разработанный за долгие годы могу сказать что работает он великолепно и я его вам персонально вручаю как элемент нашего как элемент моей благодарности тем женщинам с которыми я живу всех мам с днем рождения до вопрос по прививкам ужасно не хочется ее делать вот прям нутром чувствую что это гадость хоть вы уверяете в обратном вы понимаете мне все равно я не занимаю позиции тех кто за прививки не занимаю позиции тех кто против прививки что же там дальше пишите тут же меня обвиняете видите если какая-нибудь мантра или код чтобы не вылететь с работы если не превьюсь думаю многим будет актуально я хочу вам сказать что в случае если у вас принудительные прививки то вам необходимо выбрать либо принудить вот смотрите если там указания инструкция и эту инструкцию человек руководитель получил то ему будет все равно ваши мантры он будет смотреть на списке ему список принесут и будет написано там вера лена не привились уволить поэтому хоть что читайте все равно уволят поэтому не прививайтесь увольняйтесь ищите другую работу если вы уже вышли на путь борьбы не ищите легких путей борьба сама под себе сама по себе это путь зорить не хотите прививаться это борьба вам мешает работа бросьте работу вам мешает еще что-то делайте это человек выбирающий путь борьбы не должен идти легкими путями боритесь раз это ваш мне никто не может выгнать никуда почему я сам на себе работаю а человек это работает сам на себя выгнать его невозможно поэтому извините я за прививки или нет мне все равно моей маме 84 года жаль что старость так быстро наступает до хочется ей помочь как эзотерический прогреть продлить хорошее самочувствие память на расстоянии третья ступень школы кайлас переворачивайте элементы кань и элементы ли об этом много рассказываю также в нашей школе мной разработана авторские техники с кодами шумами используйте и для своей мамы все в ваших руках пожалуйста есть коды дуйко там есть около 100 кодов которые можно читать на маме или для мамы и она будет и лучше себя чувствовать поэтому все там есть дело в том что мне не жалко сейчас это давать просто их очень много если их начну давать то это займет много времени елена медведева вопросов очень много можно скажите ответе как можно уменьшить грудь эзотерические операцию отказали стоит кардиостимулятор я думаю многим женщинам будет интересно в случае если вы будете представлять или выполнять практики по уменьшению груди то у вас скорее всего это решится но не способом естественным так как грудь уже выросла а это решится способом другим каким же скорее всего появится опухоль в груди грудь сморщится уменьшится ее отрежут решение будет предрешено вот смотрите что легче отрезать или как-то изменить весь организм легче отрезать после это человек взял ножик отрезал ножик удалил а эзотерические эзотерические это нужно влиять там допустим на тысячу циклов происходящих в печени 200 циклов происходящих в крови там 5000 циклов происходящих с метаболизмом разных веществ вашим организмом метаболизмом калия и кальция метаб вернее вид метаболизмом магния и кальция метаболизмом калия и натрия и так далее то есть там метаболизмом усвоимостью йода это много много всего то есть если изменить человека необходимо огромное такое массированное влияние то и есть более простые способы то обычно проведение или этот мир выбирает самый простой способ а самый простой это онкология и отрезания поэтому когда вы говорите мне не нравится моя грудь я очень устала она очень большая если какой-нибудь эзотерический способ я хочу вам посоветовать как эксперт в области эзотерики не прибегайте к эзотерическим способом изменения своей груди это плохо закончится и 2 у кого уже нет мамы очень скучаем по ним следующих жизнях мы можем родиться у этой мамы нет спасибо за ответ пожалуйста не нужно маму дергать умерла мама не нужно вспоминать нужно жить будучи сама мамой она вам передала идеи того как можно быть добрым хорошим человеком как можно быть теплым человеком кстати несколько слов по плохим привычкам почему возникают эти сущности эти лучезарные сущности наших проклятий есть не что иное как мороки они морочат человека и это является фактически элементами приводящего приводящие человеку к служению тьмы за что борются мороки они борются за то чтобы миром правило миром правило человека ненавистничество поэтому человек который выпивает ему можно утром положить руки и сказать добрый бог я служу тебе я добрый добрый человек если он будет это 5 или 8 или 10 раз в день делать то он избавиться от алкоголизма избавиться от блуда татьяна голован днем рождения ваших мамочек спасибо как влияет сдача крови на ваше состояние в эзотерике возможно это глобальная потерь временная потеря всей энергии нет наоборот случае если человек стремится к увеличению астральной энергии высоко и летом если растет астральная энергия человек больше зарабатывает у него больше влияние в жизни случае если человек стремится к харизме то он должен небольшое количество астральной энергии как бы отдавать вовне и вот таким элементом отдачи астральной энергии внутренней для развития астральной энергии внешней является отдача крови именно поэтому у людей которые развивали в свое время у себя астральную энергию для странных путешествий для усиления влияния на окружающий мир таким людям очень помогала в свое время кровоопускание считаю кровоопускание неплохим событием жизни человека происходит и очищение крови и улучшение состояния человека в общем-то я как врач могу сказать что с позиции традиционной медицины это нехорошо в позиции медицины средневековье очень хорошо является панацеей от всех заболеваний я лично многократно пробовал сдавать кровь в больших количествах могу сказать что после каждой сдачи крови в большом количестве заметно лучше чувствуешь себя на протяжении года прости андрей андреич как помочь себе вытащить себя из состояния депрессии апатии уже 15 лет перерабатываю после пенсии вдова две взрослые дочери еще не замужем у меня одни грустные мысли как вытащить себя из этого состояния вроде все в порядке настроение грустное для того чтобы вытянуть себя нужно сделать вывести себя из дискомфорта раз второе то есть то о чем я говорил раньше второе начните начните много встречаться гуляйте общайтесь найдите каких-нибудь друзей не сидите все время дома есть такой вебинар я его когда-то посвящал конкретно тому чтобы люди начали выходить из состояния депрессии найдите его как справиться с депрессией можно включать шумы от алкоголизма на выздоровление когда человек спит можно подскажите муж пытается открыть бизнес у него не получается за чтобы не взялся как мне ему помочь вымаливайте сегодня говорил как у него в команде три человека все стараются но почему-то постоянно что-то не старается не срастается у него узнайте все его бизнесе положите бумажечку перед собой напишите 10 идей того как его бизнес может вырасти и как это все может очень часто человеку мешают фантазии самое страшное что есть у человека когда он делает бизнес это фантазирование друзья мои запомните ни в коем случае делая бизнес не фантазируйте почему фантазии это то что и так произойдет и она там вы понимаете то что вы фантазируете она берется из будущего и происходит настоящим и в будущем не произойдет именно этим вы ментально то что должно было произойти уничтожает именно поэтому люди перегорают если человек нафантазировал что будет ему потом не хочется делать почему она произошло у него фантазиях поэтому очень тяжело дается решили делать не фантазируя написали план и начинаете делать а все остальное произойдет без вас и тогда эти фантазии они реализуются ребенку 17 лет жить не хочет есть не есть компьютер все выключил у нее начинается дистрофия помогите пожалуйста из-за того что у ребенка начинается дистрофия то это говорит о том что ребенок страдает психическим заболеванием психиатрическим заболеванием скорее всего это какая-нибудь форма мрачености это может быть там шизо шизоидное расстройство или депрессивное или тревожное расстройство и так далее прямо советую обратиться к психиатру не нужно никакими методами помогать дочери пусть посмотрит психиатр правда вам говорю это очень важно ежели вы все-таки не хотите ну что ж вам сказать в ваших руках было помочь ребенку и хотите работать самостоятельно с дочерью то я могу вам дать несколько таких очень мягких советов первое за что эти окна чтобы не было большого количества света второе сделайте так чтобы с ней нужно было гулять поедьте и где-нибудь отдыхайте вместе сделайте так чтобы она не находилась постоянно в замкнутом пространстве гуляйте с ней за ручку гуляйте по улице идите куда-нибудь в кинотеатр ходите вместе за продуктами питания не сидите все время дома потому что в тихом пруду вы скорее всего в тихом омуте вырастили что-то не то если у вас окна выходят на море за шторки окна море приводит человека к появлению вялой депрессии и тревожность коды или слова которые могут помочь ребенку это к истепло припутав и трявсык к истепло припутав трявсык все это есть школе у нас проходите ступени наталья петровская пусть будет здоровья счастья вопрос такой что значит если встречаешь человека в жизни кажется что ты его знаешь и где-то видел встречался все люди похожи все похожи по повадкам внешние визуально и мы же как бы энергетически это говорит о том что вы m под можете снимать предугадывать характер качество этого человека и ваш мозг это идентифицирует интуиция и ваш мозг идентифицирует это как похожего человека на самом деле это не так это шутки вашего мозга на самом деле мы никогда не виделись это эмпатия у вас хорошо работает вы трепетно ощущаете чувствуете понимаете этого человека а интуитивные снимаете информацию с него а мозг говорит нет интуиции не существует это все ты просто такого же встречала у дочки все время травмы то удариться в мяч что в голову попавшись раз слабое звено сотрясения ей 14 лет делает утром защиту ретро сатурн восьмом как еще защитить если у нее ретро сатурн ей понадобится и понадобится железное колечко купите его железное колечко необходимо одеть на указательный палец левой руки так чтобы она не снимала купите железное колечко на моем сайте дойку маркет и носите тогда вот такого вот таких ударов не будет происходить несколько лет назад я серьезно болезла и нуждалась деньгах я попросила в долг у близкого друга он помог и велел деньги не отдавать принять как помощь теперь наши пути разошлись я узнала что он болен стоит ли мне отдавать ему эти деньги нет он вам их подарил и вы должны принять если вы их приняли то тогда они ваши у меня их тоже нет нужно перезанять не делайте этого у вас нет он вам их подарил он же вам не слово об этом не говорит хотите помочь спросите чем вы можете помочь может быть там еду передадите ему или приедете за ним посмотрите вот что нужно делать мысли о долге преследует меня какие мысли о долге если человек дарит он дарит вот же вам велел деньги не отдавать а принять как помощь что же вы ее до сих пор не приняли может от того что вы не приняли это как помощь может быть он болеет понимаете затор произошел он думал что вы приняли а вы считаете что это долг из-за этого он болеет переменять измените свое отношение валентина галякова уважаемый андрей андреевич можно подарить внучкам ручные часы или лучше дать деньги лучше деньги здоровье ваша мама в одной части первого будинку пусти но чуя эхо шоце плохая звукоизоляция завжды хотела проехать и звицы чеварту нет вы будете хорошо жить тут жили три семьи никто не был счастливыми вы будете все нормально самый сильный оберег это любовь мамы с днем рождения учитель спасибо андрей андреевич у меня вопрос можно ли подстригать маме своих детей мужа самому себя до каждому человеку можно найдите в моей группе дуэко кайлас и рта и дни когда хорошо подстригаться одни когда плохо подстригаться это действительно работает спасибо заранее как помочь эзотерическим мужу чтобы начал заниматься спортом восхищаетесь гривой какой ты молодец мне кажется ты подтянулся вот это да и раньше этого не замечала и ручки так подтянулись ты что спортом начал заниматься все он но он все вы его поцепили теперь он будет приседать потом говорите надо же ты меня вообще удивляешь и еще и животик так подтянулся что что делаешь такое что я не вижу потом вы будете уходить где-то им будет приседать там еще что-то делать говорю вам серьезно с мужчиной только так вы же не можете за а ну давай заниматься спортом а вот восхищаться какой-то молодец или там интимное отношение у вас в говорите такое ощущение как будто ты спортом начал заниматься весь такой стал мышечный какой-то мне очень нравится ты молодеешь на глазах вы будете проводить семинар по целительству кто может принять участие использовать методы дистанционного целительства которые будут в этом семинаре то есть можно иметь знания прошлых семинаров нет это могут люди заниматься этим целительством даже не работающие не занимающиеся занятиями в школе конечно по идее хорошо было бы чтобы было первое хотя бы бесплатная ступень но можно и без этого нужно иметь определенное количество пройденных ступеней нет спасибо галина очень хорошо очень интересные методы адам по лечению людей на расстоянии это восстановление позвоночника убирание острой боли это работает мгновенно за считанные секунды то что я дам уникально прямо вот хотелось бы чтобы как можно больше учеников прошли данные мои обучающие мастер-класса эти это уникально вы будете просто уникальным человеком я дам все просто под запись делай так делай так получишь это делай так делай так получишь и там буду начинать с того что буду говорить как определить где в доме подклад и после этого будете говорить там то и там то находится и даже убирать на расстоянии такой подклад энергетически убираю его как очистить пространство как убрать подклад как подключиться к человеку как сделать так чтобы там на него повлиять что представлять сколько по времени представлять великолепный авторский без без слюней соплей и слез просто фантастический и просто от меня широкожественный такой мастер-класс который называется дистанционное целительство он действительно очень быстро может помочь человеку даже действующему целителю или только начинающему начать делать просто нереальные потрясающие чудеса со здоровьем улучшая здоровье и себе и окружающим вас людям год назад я была внутри православной мясорубки на себе испытала все прелестные манипуляции и но их всех но прокрутив все события того армагеддона и став ваши ученицы все как-то разложилась по полочкам может ли быть такое что я встретила свою мамочку после перерождения и узнала ее нет я как-то даже успокоилась и порадовалась за нее нет таких совпадений не бывает нет к сожалению нам в этой жизни не дают тех людей с которыми мы были в прошлой жизни дают только через одно через одно событие то есть через жизнь таким образом возможности встретиться нет никакой дело в том что есть такое понимание как память чужих людей у некоторых людей когда они появляются когда они переходят в состояние которое называется кала чакра в кала чакра саму в кала чакру то есть чакру времени то там есть много событий там происходит все время пополнение информационного поля жизнями тех людей которые проживали какое-то время человек может в этом месте пролететь в некой хроники такой и он может подцепить чего-то воспоминания перед самым рождением это воспоминание может быть воспоминания как будто там он был чьей-то матерью ли чем-то отцом но на самом деле это не будут его воспоминаниями это могут быть подцепленные чьи-то воспоминания поэтому не стоит обращать на это внимание можете не сомневаться каждый умерший человек каждого умершего человека не ждет не от не судилища никакое ничего когда вы засыпаете вы не осознаете себя также человек когда умирает он не осознают себя а когда рождается он осознает себя вновь ребенком также я хочу сказать что случай если человек спит больше двое суток то человек может просыпаться с ярким признаками амнезии именно поэтому чем быстрее человек рождается тем больше у него есть опыта из прошлой жизни случае если вы не рождаетесь долго то можете родиться с чувствами прошлого опыта но без самого опыта а люди обычно они впадают состояние умершего я его называю сна перерождения и вновь потом рождаются людьми и может пройти 200 лет и 500 лет и 1000 лет а если человек негодяй может пройти 10000 лет и потом когда он рождается то его судьба она обычно такая сложная потому что не зря он рождается с старой душой и рождается у тяжелых родителей но обычно судьба такого человека тяжелые это судьбы которые судьбы которые не важно сейчас об этом говорить не будет ульяна вывер какой за ты риски способ применить чтобы сделать сделав и выйдя на улицу сложится ситуация на встречу с человеком который будет подходить и сложится удачно счастливое замужество с ним применяю шум и семинар удачное замужество тренажеры жизнь улучшается на ура но хочется эту жизнь с кем-то мне подходящим пройти понимаю что есть много способом ответил раньше много лет мучает совесть что после резкой инфляции вернула долг по старому курсу если мучает совесть то нужно совесть либо закопать либо это говорит о том что вы скорее всего имеете долг энергетический как эзотерически искупить вину нет нет вам физически нужно искупить найти этого человека отдать ему деньги которые были по старому курсу веру или хотя бы с ним пообщаться до вас мучает совесть у меня тоже такое было только таким образом эзотерически есть но я вам не советую если вас много лет мучает лучше если вы отдадите эти деньги то тогда все вопросы у вас мгновенно решаться и больше зарабатывать будете и вопросы со здоровьем будут лучше ну что у меня такой вопрос хочу купить сыну 11 лет талисман не знаю какой подойдет купите 5 сильно неуклюжий потому что быстро растет у детей которые в 11 лет у них у всех неуклюжесть они такие их мозг еще не успевает контролировать все все данные которые есть в виде конечностей гормонов и так далее это очень сложный тяжелый возраст 11-13 или даже 14 лет с этим нужно мириться потому что у них очень высокое количество гормонов тестостерона она их долбает он уже не ребенок и вроде как ребенок и хочется поспать и вроде не спать и вот у них вот что-то там мучает такая кашка-малашка в голове я бы вообще освобождал детей с 11 до 13 лет до момента их окончательного гормонального развития от школы чтобы они не мучились все равно в это время обучать ребенка бессмысленно скажите пожалуйста если можно состою себя как эзотерик конечно состоитесь правда они не до конца понимаю что вы имеете в виду что это значит как состояться как эзотерика это как это как ну вы точно состоитесь вот в том что вы себе представили так состоитесь как так странно получается что в определенные дни периоды в жизни попадаются такие люди например с одинаковыми редкими именами с похожими ситуациями рожденные в тех же числа это выглядит как по заказу вроде подобное к подобному это настолько часто можно заметить как парадокс что это почему так говорят это совпадение но ведь в мире не просто так вы совершенно правы в мире не просто так после каждой ситуации которая возникает у человека которая прописана в его сознании с которой он родился человек должен сделать вывод случае если этот вывод не делается то у человека эта ситуация повторяется причем она может повторяться с темы же датами с теми же цифрами с теми же цит циклами и с теми же даже именами именно поэтому если такое попадается внимательно обращать обратите внимание на ситуацию которая возникнет дальнейшем и сделайте честный вывод допустим там мужчина у вас занял деньги и не отдал и говорите теперь я делаю вывод никогда в своей жизни денег никому больше не отдал жуни под какие проценты никак мне их не отдают я не занимаю деньги почему мне их не отдают вот это мой такой вывод был в жизни после этого до этого у меня кто только мог занимал постоянно и бесконечно все клянчили годами и десятилетиями когда я начал говорить себе прежде всего что я не за я не занимаю деньги почему да мне их не отдают эти деньги если их занимая никогда никто то после этого только под процент отдают и большой а под процент я уже не хочу за занимать ну и на этом все закончилось такие люди исчезли как бы исчезли сами по себе поэтому делайте выводы совпадения не будет вообще любое дежавю это время когда нужно обратить внимание что-то будет нехорошее дежавю это не хорошая примета это плохая примета в мене питание моя прабуся при смартфе попросила повторить какие слова я відмовил чи можно та сила яку повинна была передать моя прабуся появится пизднейше в мене без моей згоды ни в вас цей силы яку вы могли отримать в той момент коли ваша бабуся переходила в иный мир ца сила уже не появится тому не пизднейше не зовсім никогда вам потрібно будет ее развивать самостоятельно вот ответил на в украинском языке людмила белоус усим міцного здоровья счастья та доброводу на довгие роки питание чи можно носить великий шарф з изображенными кратчиной ваджи можно это хорошо ваджа защитница у меня вопрос как семьи индов можем вместе создать бизнес чтобы приносил прибыль всем нам и в дальнейшем каждому родившийся ребенок из семьи индов можем только нам придется это все интегрировать вот смотрите как это будет выглядеть допустим у нас допустим в семье индов на сегодняшний день есть допустим десять тысяч человек я нахожу допустим товар который может очень хорошо продаваться и заставляю этих десять тысяч человек шить сумки дома и эти сумки начинаю продавать или предлагать или там делать пуговицы или делать сумки или там еще что то скажите вы захотите этим бизнесом заниматься также должны будут быть люди которые должны этим всем управлять также должны быть люди которые будут там еще что то делать кто-то не захочет делать сумки кто-то захочет еще что-то именно поэтому объединить людей чтобы это приносило всем прибыль очень сложно потому что один человек управление с другой человек умеет шить сумки 3 человек не хочет шить сумки но он плохой управленец вообще мечтатель не умеет ничего делать но обязательно хочет управлять вот у меня было сегодня разговор с человеком человеком человек говорит я разбираюсь что такое продавать и там таргетированная реклама я задаю вопрос скажите мне при выборе при выборе аудитории допустим вот я хочу продавать допустим я хочу продавать допустим препарат улучшающий память скажите мне какую аудиторию выбрать но это должны быть женщины это должны быть хорошо а какие их интересы но это должны так интереса какие причем тут это должны быть женщины с моего региона я этой сам знаю интересы какие какие интересы у них кто они это а и те специалисты это женщины с детьми или без детей в чем их интересы кто эти люди вот если был бы человек специалистом он бы мне ответил причем дал бы там из каких-то там своих выводов сейчас вы понимаете появилось огромное количество людей которые говорят у меня можно научиться и дальше самое простое делать рекламу facebook или делать рекламу в инстаграме но я вам хочу сказать что это очень сложная работа почему дело в том что для того чтобы ее сделать вы должны уметь очень много в чем разбираться второе просто делать не неся никакой ответственности это тоже не интересно потому что человек который допустим у меня есть такой человек он живет в одессе он умеет делать продажи через сети который называется инстаграм у него хорошо получается я решил к нему обратиться и говорю ты бы мог мне помочь там настроить и так далее он говорит андреевич количество работы которая у меня есть зашкаливает и мне новая не нужна к сожалению при всем уважении к вам не могу вас взять к себе на работу потому что количество заказчиков которые ну и не уж заказчики не нужны потому что он выявляет товар который необходим сейчас рынку покупает там часы какие-то создают такую рекламу и и продвигают и делают одностраничные лендинги и продают то что необходимо у него есть там 20-30 наименований стабильно продающегося товара за счет которого он зарабатывает свои там 7 10 тысяч долларов в месяц это такая особенность а мы начинаем на это попадаться то есть там придумал себе какой-нибудь вася что он является специалистом что он научит кого-нибудь за деньги сам при этом ничего не умеет при этом внушает людям что они теперь умеет идите вкладывайте деньги люди вкладывают деньги у них не продаю ничего не продается у них нет ни одной продажи и после этого так а смысл брать человека который сам по себе ничего своего не продал я понимаю себе человек сказал я там уже на протяжении трех лет продаю даже там просто дождь в бутылках закупоренный сегодня разговаривал с человеком одним его зовут антон антон кстати привет ты наверно смотришь и он говорит я занимаюсь уже три или четыре года водой знаете как им тяжело это вода доставалась это вид вода с высоким содержанием кремния она действительно очень популярная бы могла быть в за границей я ему говорю он говорит там знаешь сколько мы вложили заплатили добыли поставили эту штуку которая этому укупоривает эту воду этикетки и там и так далее и вот когда он это все брал он приехал ко мне и говорит хочешь быть моим партнером я ему говорю нет он говорит почему потому что этой водой занимается огромное количество компаний и огромная сумасшедшая конкуренция и для того чтобы эта вода продавалась необходимо купить машины в каждом городе открыть склад туда поставить этих и ревизоров и складских и одного человека поставить который будет маркетингом заниматься и людей которые логистикой куда кому ехать чтобы занимался учетчика при этом еще и какие-то проценты придумать и начинать развозить и он говорит ну так и что мы займемся для того чтобы накрыть только город киев я посчитал необходимо было в год затратить от 300 до 500 тысяч долларов для того чтобы и если эти деньги потратить то в конце за пол за год доход будет от этой воды но приблизительно 50 приблизительно 50 тире этом считал до 100 тысяч долларов в год таким образом по 10 тысяч год если вложить 500 тысяч на раскрутку и содержать такое количество людей платить все аренды и так далее то доход будет по 10 тысяч долларов каждый месяц эти 10000 долларов поделить на меня и этого человека еще одного партнера получится по 3000 долларов ну и неинтересно получается потому что 500 тысяч ты вложишь а потом будешь каждый месяц по 3000 конечно она будет с годами продаваться на следующий год она продаваться уже не на 50 тысяч там она 70 а еще через год не на 70 она 100 а через 10 лет это будет уже там может быть и полмиллиона долларов если она действительно будет нравиться и так далее а так вообще это очень дешевый продукт дешевые продукты тяжело продавать вот наверно вам ответил мне есть вопрос начинающий специалист по рекламе хочется развиться в этой области читаю мантры делаю огород но ответил да поздравляю нелю степановну моя мамочка и светлану анатольевну с днем рождения я поздравляю такой вопрос получится работать мастером ногтевого сервиса на данной работе работы в магазине сетевом гипармакке те повышенные по должности персонала нет начала заниматься наращивание ногтей у вас все получится занимайтесь наращиванием и ногтей и ресницы делайте депиляцию даже массаж все получится и вы правильным путем идете елена казачок когда говоришь фразу еду к маме еду к родителям светлый праздник день рождения маме долгих счастливых лет ой большое спасибо расскажите как вам тепло удается тепло относиться к своей тёщи а сама тёщи я люблю своего зятя по-своему но такого тепла как при например к своей снохе не испытываю а вы старайтесь во всем поможет элемент уважения и старания а вы старайтесь вы безвозмездно уважайте вы безвозмездно делайте я тоже не золотой человек можете быть вот на стопроцентно уверены я бывает что работаю над чем-то мне кто-то мешает и летом занимаюсь бизнесом мне кто-то мешает я могу тоже я садить человека и где-то сказать замолчи и так далее как любой публичный человек меня тоже иногда мучает и нарциссизм и там агрессия как мужчину и так далее это бесконечная работа мужчины и женщины это бесконечная работа человека над собой можно ли сказать что мы лучше живем как взять и тёща чем остальные несомненно прямо даже 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 не задумываясь над этим я просто уверен в этом что у нас очень хорошие теплые отношения но я могу сказать насколько она много делает для семьи она помогает смотреть за детьми она помогает мне в бизнесе она помогает моей жене она помогает своему сыну она помогает во всем где какие она это делает не выпячивая не труда и об этом узнаешь только спустя время она помогает она работает и она это делает просто безвозмездно и это конечно дает огромное огромные силы уважать и ценить и понимать что это человек и дорог и слова никогда не скажет это конечно потрясающий человек таких людей в моей жизни встречала с ним немного мои поздравления вашим мамам спасибо вопрос ученица бесплатных 1 2 постоянный зритель вебинаров хочу больше углубиться эзотерику посоветуйте с чего начинать я вам советую начинать с курса который называется платная первая ступень эзотерической школы кайлас начинайте изучение эзотерической школы кайлас начинайте с этого честь мам делаете что-то хорошее доброе наша дочь нас ненавидит ушла из дома оборвала связь что можно с этим делать делайте делайте по 1 обновленной ступени делайте практику которая называется объединение кровью и тогда у вас все будет хорошо я желаю нам всем хороших выходных я надеюсь этот вебинар был вам и полезен и интересен мне было приятно с вами общаться карты скоро выйдут до доделываю уже чуть осталось если можно врачи настаивают на установке гастран гастростомы моей маленькой дочки у которой дцп чтобы вводить дополнительное питание для ослабленных детей она очень сильно худенькая мышца атрофированный рост 140 а вес 18 и 11 лет я боюсь за ее жизнь врачи говорят правильно я тоже считаю что нужно ей делать гастростому правильно врачи считают если не делать вот тогда нужно будет бояться поможет ли санга я 66 от долгов предписанных с демоническими сущностями предками поможет пожалуйста из марафона 20 уровней духовного развития второй день где медитация прошла два раза запись марафона эти два раза я расслаблялась до оцепенения но не засыпала ну что когда я расслаблена были необычные ощущения как будто что-то покалывало до болезненных ощущения с трудом терплю до конца сеанса что это невралгии они таким образом лечатся терпите и все пройдет также лечит таким образом психические заболевания я желаю всем прекрасных выходных до следующего семинара еще раз хочу вам сказать о том что уже сейчас на сайте дуйко . гуру выложена информация о моем семинаре обучение трехдневный семинар обучения целителя я всех приглашаю посетить данный семинар в данном случае он до по моему 8 августа включительно идет у нас со скидкой с 20 процентов поторопитесь чтобы не переплачивать приобретайте семинар приходите на мой семинар я вас научу быть правильными целителями до свидания